В области началась медовая страда. Пчеловоды снимают первые пробы сладкого продукта. Из-за дождливого начала лета нектара много. И все же осадки не всегда лакомства полезны. На полях, на пасеках Красноярского района побывала Елена Полонская. Жажда странствия одолевает нынешним летом пчел. Один из основных инстинктов этих насекомых – раение, то есть деление одной семьи на две, настолько обострился, что хозяева пасек превратились в укоротителей и ловцов собственных питомцев. Так было все время, пока шли дожди. То и дело, из домиков вылетали бунтовщики. Вместо того, чтобы работать, собирая нектар, они висели на деревьях и готовились к дальнему путешествию. Если вовремя не спугнуть такой рой, отправятся в новую жизнь и поселятся где-нибудь в трухлявом пне. То есть они сидят на чемоданах? На чемоданах, да. Это в том году не роились, жарко было. А так у них инстинкт расшириться, разроиться, улететь половину. Ну и ладно, пусть летят. Остальные-то останутся? Ну а где останется? Полустой, или из собой мёд ещё уносят. Всему виной непрерывные осадки в начале сезона. Когда тепло и слишком влажно, в домиках становится душно, как в переполненных автобусах в час пик. Вот насекомые и принимают решение семью разделить. Выручила пчеловодов жаркая погода. Когда вокруг столько цветущих растений, чемоданное настроение улетучивается. И улей превращается в коллектив неутомимых тружеников. Сейчас в полном разгаре пчёлы. Мёд идёт. Килограмм 3-4 в день. На семью. Хотя в былые времена суточный взяток достигал и 9 килограммов, вспоминают пчеловоды со стажем. Когда на полях у аграриев было много медоносов, например, гречихи. Теперь выбор у насекомых невелик. В начале лета травы, а в середине подсолнечник. Но неутомимые пчёлы всё равно смогут сделать такие запасы, которых хватит им самим и останется людям. Елена Полонская, Александр Серов. Вести Самара из Красноярского района.